Милые братья и сестры, место Святого Писания Евангелия Азиара, 18-я глава. Пилат сказал ему, что есть истина, и сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Благодарю вас. Основа нашей беседы, братья и сестры, будет вот последний прочитанный текст. Пилат спрашивает Иисуса Христа, что есть истина, и сказав это, вышел перед народом и стал говорить. Обратите внимание, Пилат спрашивает, а ответ это и не ждет, пока Христос ответит. Что есть истина? И сказав это, вышел к народу. Как вы считаете, действительно Пилата интересовало, что есть истина? Да если бы Пилата интересовалось, что есть истина, он бы не отступал от него и сказал бы, ну что ты молчишь? Скажи мне, потому что в моих руках судьба твоя, а это значит моя судьба. Да, мне решение надо принимать за твою жизнь и смерть. Скажи мне, если ты знаешь, что есть истина, он, сказав это, хоть помолчал бы немножко, хоть подождал бы, дал бы время на ответ. Нет, нет. Что есть истина? Сказав это, вышел к народу. Скажу, братья и сестры, совершенно смело, что его не интересовало вопрос истины. Что есть истина? И ему казалось, что он и сам знает эту истину. Он вышел к народу, я никакой вины. Не нахожу в нем. Это истина, главное. Истина заключается и в том, что по какой причине они требуют смерти Иисуса Христа. Об этом Пилат молчит. Это невыгодно ему говорить. Он это знал, но это в скобках берется. Об этом надо молчать, по мнению Пилата. Что есть истина? Это к Иисусу Христу. А сам не слушает и не интересует его вопрос. Что есть истина? Братья и сестры, милые мои, какое наше отношение с Иисусом Христом? Сегодня я живу под впечатлением того, чего мы прочитали вот перед утренней молитвой. Наверное, и у вас всегда, каждый день перед молитвой чтение Священного Писания. Так вот, у меня сегодня такой текст читался перед моим началом дня, когда Христос был преображен на горе. С небес раздался голос. Сей Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте. И у меня такое чувство благорасположения особого. Слышать Иисуса Христа. Его слушайте. Имеющие ухо слышать, да слышат. Не каждое ушко, у которых хороший слух, способен слышать то, что хочет от тебя Господь. Не всякий. Иногда забивает, забивает вот наша так способность внимательно слушать и правильно реагировать. Уже предварительно мы знаем, чего мы хотим и как надо поступать. А вся разговор с Иисусом Христом – это для формы. Я и так знаю. Все, 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 все знаю. А не так, братья и сестры. Отец Небесный говорит, его слушайте. Скажите, милые, разве нам всегда непонятно волю Божию? Чаще всего нам нужно совершать молитву не то, что, Господи, открой мне волю Твою. Господи, помоги мне исполнить волю Твою. Знать-то мы знаем, а где силы для исполнения. Вот суть-то вся в чём. Знать-то мы знаем. Нет, когда не знаешь воли Божьей, ну, спросить надо, узнать надо. Но чаще всего мы знаем, но у нас не хватает силы побороть себя. Одна сестра подходит, искренняя, богобоязненная сестра из новообращенных, работает главным бухгалтером, говорит, я ухожу, больше не могу, нечестно, нельзя мне там работать. Я говорю, да не надо так, подойди к своему шефу и скажи причину, почему ты не можешь. А дальше как Господь даст? Через несколько дней приходит на богослужение счастливое и говорит, я подошла и рассказал ему, не могу я больше. Я понимаю, что если я буду писать так, как должно, фирма обанкротится и всё, надо платить государству. Я знаю, как нужно в интересах фирмы работать, но в интересах совести своей я не могу работать. Подберите, пожалуйста, другого. Говорит, шеф обрадовался. Трясёт мою руку, говорит, сокровище ты моё. Вот таких людей как раз я-то и ищу. Я, говорит, не знаю, кому доверить ключи. Ну, материально ответственно быть за все ценности. Вот вы как раз-то и будете. И меня, говорит, так устраивает, это работа. И вдвое больше получают. И самое главное, чтобы честность была. И у меня, говорит, сейчас никакой проблемы, говорит, все проблемы, говорит, решены. Ах, как хорошо, когда мы, вопреки своим логическим, как бы, рассуждениям, поступаем, как должно, как должно поступаем, а всё остальное Бог берёт на себя. Что есть истина? Что есть истина? Господь не скроет от нас свою истину. Дал бы Господь только лишь нам силы и мудрости выполнить решения и намерения, которые Бог возлагает на каждого из нас. Скажу вам, в процессе нашего служения Господу были всякие ситуации, которые нужно было обязательно ревизировать себя. Надо было проверять и качество совершённого служения обязательно. Иначе как определиться? Ну, качество моей работы каково? Сказать проповедь и ушёл, а результат какой? Иногда есть возможность проверить, а иногда и нет. А если есть возможность проверить, надо и проверить. Однажды мы с братом, я уж не буду его фамилию называть, совершали в Киеве служение. Одна сестра плохо видела. У неё очки были очень такие, какие-то толстые, я не помню, плюс или минус, не могу сказать ничего. Но плохо видела у неё очень, ну, сильные очки. И она пожелала помолить, чтобы Господь послал ей зрение. Брат говорит, если веришь, получишь. Верю, вот и хорошо. Прочитал несколько мест Священного Писания, совершил молитву. Ну, ясно, что я присоединился, это понятно. Сестра, веришь, что получила ты? Ну, говорит, я хоть и ничего ещё не получила, но верю. Вот и верь, может быть, ляжешь спать, а на утро будет. Нет, через два дня будет. Если веришь, ну, побудил её разбить очки, чтобы не смущался. Она взяла это и разбила их. И сердце моё ёкнуло. Ну, думаю, что будет. Ну, мы уехали. Уехали в Молдавию, это был 78-й год. Там по Молдавии две недели были. Там, ну, возвращаемся обратно поездом через Киев. Рано утром проезжаем мимо Киева в Москву. Я ему говорю, что давай заедем в Киев. Зачем? Ну, как зачем? Ну, навестим ту сестру. Как она без очков-то видит? Брат, ну, не скушай Господа. Что, ты не веришь? Я говорю, я не знаю как. Надо пойти посмотреть. А я и не пойду. Я говорю, а давай сойдём и вместе, если всё благополучно, вместе воздадим славу Господу. Помолиться, хороший повод есть. И я не пойду. Если сомневаешься, выходи. Так, ну, ладно, давай договоримся вот по такому-то адресу. Ну, там у сестёр на квартире мы встретимся через два дня. Я приеду. Выхожу. Прихожу к сестре, она плачет, ничего не видит, сидит. И потеряла то, что видела. Ничего не видит. И денег нет, очки. Сделать. Ну, ясно, что я раскошелился, конечно. Ведь по нашему вине я разбил очки-то. В общем, очки так. В общем, как было, так она и видит в очках. Немножко. Так она так рада была, что я приехал, хоть вот очки-то сделали. Но два дня я был там. Надо было её и утешить как-то. Ну, чтоб не упала окончательно. Ну, приезжаю в Москву, беседуем с братом. Ну, как там? Ну, я говорю, слава богу, хорошо, вот так и так. Ему рассказываю. Знаешь, может быть, это и потому, чтобы ввести тебя в искушение. Если бы ты не поехал, всё было бы хорошо. Боже мой. И я понял, что далеко заехал. Ой, нет. Братья и сёстры, а где же истина? Мы порой так наутверждались, что кажется, что по-нашему, так и истина. То, что не по-нашему, никуда не годится. Вот и всё тут. Я хочу сказать, что есть истина. Бог Иисус Христос молчит. Он хочет знать, действительно ли ты интересуешься истиной, или это твои прихоти, твоё занятие, которым ты так увлёкся, и не думаешь о милости Господней. Скажите, разве Балаама интересовала сильно истина, когда он второй раз стал обращаться к Господу, «Иди мне к Валаку или не идти?» А первый раз было сказано «не идти». А второй раз богатства очень большие принесли, подарки большие. И опять «идти мне или не идти?» Ну, разве ты не слышал? Ну, так как большие подарки, он переспрашивает. «Ну, иди». Короче говоря, я не буду в подробности впадать. Но искушений было много. И он кончил жизнь свою очень плохо. Валаам. И, нет, внешне, казалось бы, всё хорошо. И благословлял Израиля всё. Но, общаясь с отступником, хочешь не хочешь, ему бы шепнул. А если хочешь разложения в израильском народе, вот так и шепнул. Он был опыт большой. И шепнул, и всё в порядочке. И дал повод великое зло навести на Израиля. Бог потом и это исправил, но были жертвы. За это Валаам поплатился. Нет, братья и сёстры, нет. Очень серьёзно, когда мы хотим знать истину, и поистине, и только поистине поступаем. Бывает иногда так. В поспешности своей какое-то решение у нас быстрое, и что-то неправильно кому-то можем даже и посоветовать. Ну, может быть такое. А потом как-то одумаешься, и всё в порядке. И пошёл, зашатался, но уровень сохраняешь, и пошёл правильно. Вот как у Самуила. Милый брат, пророк хороший. Иди в дом Иесея, и там я тебе покажу мужа, которого помажешь в царей. Мне страшно идти туда. Что Саул скажет? А ты под предлогом, и сказал Господь, как завуалировать этот приход к Иесею. Приходит. И говорит, один из сыновей твоих по определению Божьему будет царём. Покажи мне их. Старшего выводит отец. Обратите внимание. Самуил говорит, вот он. В сердце своём. И тут Господь вмешался. Нет, ты что? Ты смотришь на внешность, а я смотрю, не как человек. Нет, не так. Ну, Самуил послушался и говорит, а есть ещё? Есть. Второго выводит. Уже Самуил ни на одном не остановился и не сказал, вот он. Во втором, нет, не этот. В третьем, не этот, не этот, не этот, седьмой, не этот. Вы понимаете? Сразу же сориентировался и уже не считается. Уже идёт твёрдо. А говорит, а что у тебя больше нет сыновей? Да нет, ещё есть один на поле, давай сюда его. И сразу же ясность, вот Давид, он и будет царём. и помазал он. Милые мои, как важно знать всю волю Божью. Нет, мы не вершители судеб. Если мы где и неправильно сделаем что-либо, Бог знает, как исправить, но кто будет нести ущерб, подплату за ущерб. Ну, я в первую очередь, конечно, но может быть и другие, ну, которые мне были подвластны. И это так. Это очень серьёзно. Братья и сёстры, особенно, войдите в наше положение. Особенно, вот скоро будет вгощение, испытание. Вот я как пресс-фитер, допустим, вот, девица или юноша предстанет. Я убеждён, что он не возрождён. Ей надо подождать. А всё родство, которого так много, я встретил. Я говорю, да что вы, что вы, это самая примерная девочка. А встанье-то, понимаете, ей замуж уже пора, сделали предложение и всё прочее, свадьбу надо играть. А здесь ещё задержки на целый год. Куда годится? Скажите, все, что человек скажут, да, проголосуют. Какая моя позиция должна быть? На каком основании нет? На основании демократии да. Вы понимаете, братья сейчас, о чём я говорю-то? На основании голосования, да? А я скажу вам, тысячу раз нет. Если имею свидетельство, что нельзя, то пусть всё рушится на земле, но нельзя. Всё рушится, но нельзя. В моей жизни были трудные моменты. У нас один еврей, он преподавал атеизм в своё время. А когда ситуация изменилась, он хороший профессор, там прочее, и к нам в церковь пришёл, крещения ему надо. талантлив, к себе народ принимал. Многие через его дом прошли, вечера разборов слова там были, за семейным столом. Ну, замечательно. Ну, что-то телевизор там в доме был, ну, дочка у него, капитан милиции, в паспортном столе работает, ничего страшного, не имеет телевизора, ничего. Ну, а в целом-то еврей, ну, хороший, вслух так хорошо совершал молитвы, пример, каждую неделю, каждую неделю, это пример, надо послушать его было. И когда он изъявил желание принять крещение, я вам скажу, я знал, что 95% скажут да, ему обязательно надо. редко кто скажет нет. Я сказал 95, на всякий случай, может быть, 99, но я был убеждён, что ни в коем случае он талантлив, но бездуховен. Он религиозен, но имя его не записано в книгу жизни. Я это понимал. Но, братья и сёстры, как докажешь, как объяснишь церкви, вы понимаете? Что он, пьяницы? Нет. Дебошир? Нет. Самый культурный? Да. И я взмолился Господа. В субботу уже крещение, в четверг последнее членское собрание. Думаю, через неделю, Господи, ну что мне делать? Ну, то я хорошо знал, что не пройдёт. Откровенно говоря, мысль такая, а что я буду принимать решение? Я уеду, там есть другие служители, пусть они и решают, на них и ответственность, а я уеду. Мысль такая пришла, и я знаю, что это от Господа. А неужели я тебя не найду, когда ты будешь бежать в Фарсис? И не ты ли понесёшь тяжкие последствия? Нет, думаю, никуда не побегу. Но что мне делать? И вот, размышляя об этом, я как-то в газету взял, посмотрел и увидел, что в воскресенье, накануне того четверга, как раз чемпионат мира по футболу был. И финальный матч в Бразилии с кем-то играл, а не помню. Ой, думаю, если это еврей, обязательно будет смотреть футбол. Думаю, дай-ка пойду во время футбольного матча. Звонюсь. А я хорошо знаю, где он живёт. Звонюсь. На этаж поднялся его. Никто не открывает. А я знаю, что он дома. Футбольный матч пропустить. Нет. Звонюсь, звонюсь. Вдруг открывает. В пижабе. Ой, прости, брат. Я так заснул крепко. Ночью ребёнок не давал спать, внучёнок. Ой. Я понял, притворяется. Я вхожу, извиняюсь, что я не в рочный час пришёл. Вхожу в зал, телевизор не работает. Я потрогал, горячий. Я говорю, ну, какой счёт-то там? Молчит. Молчит. Я говорю, что если бы вы хоть правду сказали, сказали бы, так вот я прежнее увлечение ещё не оставил, вот, решил финал посмотреть. Это одна сторона. А вот то, что вы сейчас разыгрываете, это так безобразно. А я понял, что мне сам Господь пошёл навстречу. И теперь у меня есть о чём во втором четвере говорить, есть основания. А с другой стороны, не буду я в четвере говорить. Зачем я буду в четвере говорить? Во вторник, когда было собрание, я взял с собой пресвидетель, нашёл в пресвидетелях, подошёл к нему и говорю, вы знаете, в четверг вы на членской не приходите, мы вас представлять не будем. Вы не примете крещение ни сейчас, и через год, пока не выветрится в вас вот эта фальш, которая так глубоко отвелась в вашу душу. Вы совершенно небогобоязвенный человек. Ой, брат, мне так приятно, что вы так говорите хорошо, откровенно, честно. Ну, так и разошлись. Он бесконфликтный человек. Ну, он пошёл во всех ве на следующей неделе ему преподавали там крещение. Там же быстро его руку положили. Он на следующий год или через год, не помню, раввином стал еврейским. Ну, сейчас в Израиле чем-то подвязается. Я не в курсе дела. Я не знаю. Но я благодарю Господа, что вымылили мы у Бога эту беду не пропустить в церковь. А вы думаете, это было легко? Случись вот этого, если бы не тот воскресный день, когда он что-то там смотрел. А как бы, вы знаете, у нас был бы серьёзный конфликт в церкви. Нет, церковь бы поверила, но сказал бы, знаете, что вы нас ни во что ставите, вы не высказываете никаких причин и говорите, что нельзя преподать ему крещение. Я хочу сказать, братья и сёстры, истина выше всех наших отношений. Истина. Очень важно, чтобы служитель твёрдо стоял в истине. Ничего, что по нему потопчутся и скажут, что отсталый и слишком такой, ну, слишком, какой, какой, подскажите, консервативный, нерешительный, ой, ой, всё, 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 всё правильно. Что вы не скажете, всё правильно, и такой я и есть. И никто не уговорит, если я знаю, что это не поистине. То есть, как никто не уговорит. Ну, так должно быть. Беда, если уговорят, я скажу, ну, я первый раз против совести, я всё-таки с чем-то соглашусь. Это моя будет беда. Наверное, когда-нибудь я и соглашался. но точно знаю, что, когда соглашусь, это жди очередуя неустройства. Скажу вам, братья и сёстры, очень важно, очень важно, чтобы беречь себя от всяких, ну, искушений и материальных. я помню в день освобождения одного человека, еврея, как-то у меня получается, я часто с евреями, так вот, судьба моя, судьба моя скрещивается. С одним евреем я расставался. Четвёртый срок у него, ну, и каждый раз ему дают по 15 лет, по 10 лет, а он отбывает год-два и домой уходит. Ясно, что платит хорошо. И вот последний раз он сидел тоже на заготовках леса где-то был, и четыре эшелона леса ушли в неизвестном направлении. Ну, в общем, дали ему большой срок, ну, а там, в общем, через полтора года выходит домой. И мы последний вечер вместе с ним прохаживаемся. Он подошёл ко мне и говорит, Михаил Иванович, такой у него счастливый человек. Я завтра на свободу иду, и такого счастья я не испытываю, сколько вы сейчас. Так он решил. Откровенно вам скажу, чуть-чуть я завидовал ему, чуть-чуть только. Ну, кому неприятно, что быть домой, идти. А тогда очень что-то, очень большое такое, группа большая освобождалась на следующий день. А я должен быть ещё в лагере. И он говорит, Мишенька, он так меня называл, он в два раза старше меня был, Мишенька, дай мне адресочек твоей жены. И зачем? Ну, я ей отнесу денюжки, возражаю, не надо. То ты не беспокойся, я не мелочный. Я дам ей такую сумму, что до конца жизни хватит. Я-то понимаю, у него есть, что давать. Я говорю, Лесь Михайлович, тем более я запрещаю вам приближаться к моему дому. Суть в том, что моя жена, моя семья в необходимом пропитании не нуждается. А если будут лишние деньги, это ее испортит, равно как и любого человека. Поэтому это одна сторона. А другая сторона, вы дадите большие деньги, и вы подумаете, что вы стали поближе к Царству Небесному. Это обман. Пока вы не покаетесь, не признаете Иисуса Христа Сыном Божьем не видать вам спасения. Он немножко обиделся, разошлись мы. А мне было хорошо на сердце. Думаю, как хорошо, что отношение с Господом не замусорилось вот этими большими обещаниями, деньгами. Разве решают благополучие, благоденствие и счастье в жизни деньги? Никогда. Я знал, что это искушение от дьявола. Я это знал. И дьявол отошел с этими искушениями. И моя семья никогда ни в чем не нуждалась. И детки выросли. И без всякого еврейского, еврейской помощи, там, и еще что-нибудь такое. Но это для меня нормальные искушения были. Как и любого могут постигнуть другого рода искушения. Я хочу сказать вам, милые мои, мы должны контролировать свои действия. Ведь Иисус Христос, Он молчит. Пилат спрашивает, а он молчит. Он молчал не потому, что заупрямился, а он знал, что Пилата не интересует этот вопрос, где есть истина, совершенно не интересует. Если мы знаем, братья и сестры, что нельзя поступать так это или иначе, то как я могу искушать Господа и спрашивать, что из истины, если я знаю, только поступать по истине как до силы Господи. Один брат просит за него молиться, по-всякому люди приспосабливаются жить, а он хороший проповедник, но он сообразительный и как прожить, у него семья большая, он купил один бусик, в долг взял, ну и на рейс маршруточку нанял шофера и проценты идут ему, ну машина его ездит, проценты идут, хорошо, видит, что удачно, вторую машину на рейс поставил, тоже идут, добавочка, ну видит, все хорошо, денежки есть, третью машину поставил, мужчина один пришел из рэкета и говорит, делиться надо, ну как, мне семья, нет, нет, меня послали, а можно с вашим старшим поговорить, ну конечно, вот яйцечко пожалуйста приходите, идет, вот так и так у меня семья вот большая вот тот и тот а тот говорит, а мы наблюдали за вами, когда вы одну машину купили, ну это для хлеба, ну вторую машину купили, ну это для масла, ну а с третьей машины это уже доход, надо делиться, и вот он обращается братья и сестры помолитесь, чтоб избавил Господь нас от ракета, братья и сестры, о чем надо молиться, чтоб брат впал в искушение, когда увеличивается прибыль, увеличивается и кто пользуется ей, этой прибылью, и это нормально, я знаешь истинно, и которые не хотят поступать по истине, это такая фальшивая жизнь, братья и сестры, нельзя, нельзя нам поступать против истины, скажу вам, милые мои, мне особенно радует, Иисус Христос идет в Иерусалим, ученики знают, что ждет в Иерусалиме, Фома говорит, идем и мы умереть с ним, и идут, все двенадцать человек идут, в десятой главе Евангелия от Марка рассказывается, он шел впереди, а все остальные отставали, а в тридцать втором стихе сказано, он их всех подозвал, и опять стал их учить, что нас ждет в Иерусалиме, и как предадут меня, убьют, и в тихень воскресну, и опять пошли. Он впереди, а не сзади. Они но слава Богу, что хоть идут, отстают, но идут, он их подождет опять, а как он их уговаривал-то? Опять начал говорить, но совершенно не изменил планов своих, маршрута своего не изменил, опять начал говорить. Милые мои, братья и сестры, если мы странники идем в Царствие Небесное, то помимо того, что мы знаем истину и Бог ее открывает, надо, чтобы мы все-таки подняли голову к небу, а не вниз опустили глаза свои. И когда увидите все это сбывающееся, восклоните голову вашей, хватит вам голову вниз держать. Вы что думаете, братья и сестры, получили этот дом и будете жить спокойно? Дьявол в отпуск не ушел. Он знает, что ему осталось совсем малое время, еще с большей ревностью, с другими путями будет вводить в нас в искушение. Я не говорю вас, всех нас. Обязательно будет, милые, последнее время, тогда, когда все мы испытания пройдем, очистимся и убелимся. И Бог проверит нас на крепость, на верность нашу Господу, на пригодность для Царства Небесного и примет решение за каждого из нас. Милые мои, в Царстве Небесном будут только одни добровольцы. Силы туда никого не затянут. Кстати, и в преисподней, и в аду тоже добровольцы. Тоже насильно никто не затягивал. По доброй воле своей отказались от Господа. По доброй воле своей, зная истину, не поступали по истине. По доброй воле случайного человека и в аду не будет, и в раю не будет. Случайного человека не в день. Каждый определится. Каждому сейчас такое время, когда каждому надо определиться. Малое время осталось, братья и сестры. Малое время. это совсем другая тема, чтобы говорить о временах и сроках, о последнем времени. Это другая тема. Но я хочу сказать вам, поинтересуйтесь, что есть истина, но чтобы это было серьезно. И если Господь промолчал, Он ждет, когда ты действительно захочешь сдать эту истину. Вы знаете как? Бытие 17.3 стих. Прочитайте, пожалуйста. Когда Господь разговаривал с Абрамом, это честь большая, чтобы Бог опускался на землю и разговаривал с человеком. Пожалуйста, 17.3. И пал Абрам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал. Обратите внимание, Бог будет разговаривать с Абрамом, но Абрам приготовился слушать. Пал на лицо свое и Бог продолжал говорить. Нужно настроиться к тому, чтобы Бог со мной разговаривал. Подбочение здесь не будешь ждать разговора с Богом. Бог будет ждать твоего смирения и умиления. Бог будет говорить с нашим сердцем, не с нашей гордыней. Авраам пал на лицо свое, и вот с Авраамом решались все судьбы мирового значения с еврейским народом, который одни говорят самый плохой, самый хороший, там прочее все это, но судьбы и с еврейским народом решали вот с этим старичком, который пал на лицо свое. Вы когда-нибудь так разговаривали с Господом наедине, чтобы пасть на лицо свое? Я на прошлой неделе был в Закарпатье у цыган, мальчика вызвал. Сколько тебе лет? Девять лет. Как звать тебя, Карло? Ну-ка, милый мой Карло, любишь ли ты Господа? Люблю. А покажи вот при всех, а там человек сто пятьдесят было. Как ты стоишь на молитве перед Господом, когда вот никто не видит папа твой неверующий, только мама верующая. Встал на колени. А любишь ли ты поклоняться Господу, когда помолился? Люблю. Ну, как это ты делаешь? Он низко долбом коснулся полу, поклонился. И смотрю цыганочки, слава Богу, и слезы вытирают. Знаете, цыганам нужно не догмы красноречивые, а свой подход к сердцу их. Цыгане, как цыгане, ладно. А вы когда-нибудь получали удовольствие поклониться Господу наедине? я это делаю, но так, когда остаюсь на айтене, чтобы никто не видел, потому что что-то у меня такая боязнь, что осудят меня, скажут, фарисействует брат. А поклониться так вот низко-низко, как Авраам пал на лице свое, и Бог продолжал говориться Авраамом. Вы знаете, так нежно близко к сердцу, как это нужно? А с некоторыми задают ему вопрос, а он молчит и не говорит. Братья, милые сестры, мы иногда попадаем под влияние среды. Есть такой закон, закон толпы, что большинство, то и я. Это очень опасно. Кто-то крикнул, распни его, и вся толпа кричит, распни его, распни его. Кто-то кричит, пляшивый, пляшивый. Там большая толпа детей, но не все же такие невоспитанные. Некоторые случайно попали, может быть, в эту толпу, может быть, папа с мамой хорошие, ну а попали в эту толпу и кричат, как другие мальчики, и кричат пляшивый, пляшивый. На пророка Божьего медведица уничтожила 40 мальчиков. Это закон толпы. Очень опасно под этот закон, когда мы входим. Помните другая толпа? апостола Павла арестовали. Вся площадь кричала, а тысяч начальник ничего понять не мог, в чем обвиняют. Одни кричали одно, другие другое, и никто ничего не знал, в чем его обвиняют. Но крику было ужасно много. А закон толпы милые, когда в толпе святые и возлюбленные Божьи, чтобы закон святости влиял на всю толпу, то нужно быть выше этой толпы. Это очень важно, милые мои. Братья, милые и сестры, очень дорого, когда мы благовеем пред Бога. Когда мы по закону, особому закону Божьему поступаем по велению совести, и никакого влияния извне на нас повлиять не может. Это очень серьезно. Сказать «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой, по мере того, что ты выслушаешь, как раба Господня, надо же тебе исполнить, что Он тебе скажет. Он же тебе не скажет ничего такого, на что ты не обращал внимания. Что-то скажет такое, что обязательно тебе нужно будет поставить в основу твоей жизни». Скажу вам, милые, я очень рад, что в моей жизни была встреча с нашими старцами. Я рад, что я был у Шалашова оруженосцем, носил его сумочку, брезентую, а там Библия была в этой сумочке, ну, и перемены одежды, все, и ездили, а он рукополагал. Это было в 62-м году, а он отошел вечно в 63-м году, в декабре, 5-го декабря. Я уж не буду перечислять все моменты из воспоминаний жизни старцев, но об одном хочу напомнить вам и себе. Приехали мы в Среднюю Азию. Там трудности в церкви. Наверное, как и всегда, во всякое время у каждого. И вызвали нас. Брат-старец говорит мне, а там 170 человек, ну, 30 восстали против, а здесь 140. И вот что делать, что делать? И так ярко выражено молитвенного дома-то нету, в частном доме. Ну, битком, битком, битком. И все стоят, никто не сидел. Все выносилось из дома. Ярко 30 стоят здесь, а все остальные вот здесь. Ну, брат-старец говорит, ну, что, братья и сестры, начнем? Все хором, начнем. Ну, разборка. Ну, давайте споем. Начинаю петь. А брат мне поворачивается на ухо, говорит, Мишенька на 50 минут слово скажешь. После пения я сказал 50 минут, он еще тоже на 50 минут. Больше времени нету. Он говорит, ну, братья и сестры, сейчас, наверное, времени нет. Да, уже времени нет, все. А как с разбором? Завтра давайте в это же время соберемся. ну, хорошо. Завтра опять. Ну, что, начнем, братья и сестры, все хоров? Начнем. Он мне опять на 50 минут. Ну, я 50 минут. Он тоже 50 минут. И опять на среднем, опять на четверг. И все по 50, да все по 50. нет, все довольны, остаются. Но в надежде каждый что, на следующий вечер это точно разбор начнется. А с утра и до 6 вечера по домам ходим, встречаемся, беседуем. Суббота. Собрались утром. Ну, братья и сестры, что, начнем разбором всех хоров? Да нет, поназидаемся. Он поворачивается мне на ухо. на 5 минут слово сказать. Ну, и я сказал на 5 минут. Он тоже, наверное, на 5 минут. И за 10 минут все закончили. Все разборы, все, все умиротворилось, все, 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 все. Я думаю, что если бы с понедельника мы начали разбирать, наверное, до сих пор бы разбирали. Вот так вот он ожидал, что пусть обстановка смягчится, ну, тогда легче будет все вопросы решать. Я далек сейчас рассказывать, какая там была ситуация, но самое главное, что все в порядке. Там прошло замечательно. та суббота была праздником для церкви на все года. Наверное, и сейчас старожилы помнят, хотя эти старожилы больше всего сейчас в Германии находятся. Ну, да ладно об этом. Милые мои, Господь не все время молчит. Иногда, когда считает он нужным, начинает и разговаривать, и по всей строгости разговаривать, если мы не понимали здравого совета, не прислушивались к заповедям Господним, поступали по-своему, по-своему произволу. Я помню, когда я освободился, захожу к одному брату, с которым так вот вместе сотрудничал, и мне дали пять лет, и ему дали пять лет. Только лишь с той разницей, что мне добавили два года, а он освободился. Так что я сидел не пять лет, а семь лет. Ну, а он уже два года как освободился. И что-то с ним случилось. Он в наши общины не заходил, только лишь во всех Б, в регистрированные, в автономные общины, а к нашим ни разу. Когда я освободился, я сразу поехал к нему в дом. Мы были очень близкие. Я вхожу в дом и говорю, милый мой, что случилось? Почему мы оказались на разных путях? А он знаете, что сказал? Мишенька, если бы я знал, что когда-нибудь закончится гонение, я бы никогда этим путем не пошел. Не хватило терпения. И я все понял. Дело в том, к нему приезжали, они, эти же люди, и ко мне приезжали. И ко мне говорили приблизительно так, я знаю, что и ему говорили то же самое. Они говорили, помоги нам зарегистрировать общину. Но не хочешь ты регистрировать, по крайней мере, не мешай, дай обещание, что по освобождению ты никогда, никогда ни под каким видом никогда не переступишь порог общины Совета Церквей, а только лишь всех б и автономных. В противном случае ты никогда не освободишься. мы тебя будем лечить, психбольницы пошлем, потому что это невероятно, чтобы в наше время ты верил в Бога. и вы знаете, это такой ужас, когда слушаешь их, думаешь, заколят, заколят, ну, уколами разными, там, таблетками разными, там, прочее, все это, ну, психбольница, есть психбольница, и только лишь, когда ты вынес себе приговор к смерти, только тогда устоишь. Я сказал, что для меня, если, значит, надо отойти вечность, или мне пожизненно быть в тюрьме, если это такова воля Божия, тогда будет так. Ну, мне добавили два года, а его освободили. И вот вдруг его освободили, а тут потепление началось, тут больше вдруг никого не сажают, теперь вдруг кто куда хочет туда и идет, и говорит, если бы я знал, я бы никогда этим путем не пошел. Я говорю, миленький, покайся ты, не все просто, не все просто. Так мы больше с ним никогда и не встречались. Он приехал к нам в Молдавию. Австановный и регистрированный вместе сняли большой кинотеатр и реклама по всему городу Кишинево была развешена пастор такой-то будет вопросы исцеления, вопросы там и прочее-прочее чудеса делать. Это воскресенье. А в субботу он был в Тирасполе, а Бог молчал. Но он не все время будет молчать-то. Он года молчал, но в то воскресенье он заговорил. И знаете, как заговорил? что теперь тот брат никогда больше ничего не скажет, потому что он остался без головы. ехал в машине в жигуленке, сидел рядом с шофером, кушал виноград, кисть винограда, по ягодке брал. Я хорошо знаю этого брата, который вез его в лоде. И встречная машина ехала по городу Тирасполю. И понятия не имею, как это могло быть. Проезжала машина, сделал люк канализационный, не знаю какой, но крышка как-то не так лежала. И эта крышка рикошетом отскочила и через лобовое стекло снялось с него голову. Все, без головы остался. Шоферу даже ни одной царапины нет. Понятия не имею. ни один ученый не может рассказать каким это образом крышка люка, которая 50 килограмм весит, наверное, может так стремглав устремиться и убить по выбору какого-то человека. Понятия не имею. Я не знаю. Но если Господь заговорил, никто не остановится. Не ждите разговора упрямцы. Которые не хотят знать, что такое истина. Разве у меня не было с ним разговора? Нет, я не, конечно, далек был сказать, что Бог тебя осудить будет, там, или еще что. Я такого слова ему никогда не сказал. Я ему говорил, что не лучше бы остановиться. Давай вместе. Заходи, помолимся. Да ладно, когда там что-то все мы одно. Все вот так все. Да нет, все одно. Не правда ты говоришь, миленький ты мой. Нет, мы не конфликтовали. Нет, нельзя сказать, что мы друзьями расстались. Нет, мы и не обнимались. но и не враги в конце концов. Но разная аудитория у нас и разные пути были это сто процентов. И Бог заговорил. Но если Он заговорил, там добавить больше будет нечего. Я недавно на прошлой неделе видался с тем братом, который шофером был. я ему напомнил. Я говорю, как ты от той крышки спасен был? Не видишь ли, что это особый перст Божий? А Он говорит, я еще более утвердился, что Бог со мной особо разговаривает. И через это событие Он мне так много сказал, что до сих пор во сне вижу то, что я видел тогда наяву. Я хочу сказать, что Иисус молчал перед Понтием Пилатом, а Понтий Пилат выносил свои решения. Он выносил и знаете до чего дожил? Не смог перенести того напряжения, которое легло на душу его, да это и понятно. Тот же сотник римский воин сказал истинно он был сын Божий. История говорит, что Понтий Пилат был снят своей работой сослан на остров и сошел с ума и все время спрашивал что есть истина. Ему рассказывают, а он опять спрашивает и сильно горевал, что он так и не узнал, что такое истина. Говорят, что сошел с ума. Ну, да кто его знает? Да разве он разумно поступил тогда, когда считалось, что он в своем уме? Да если Иисус молчит, да куда же ты выходишь к народу? Спроси еще раз. Когда мы преклоняем колени и разговариваем с Иисусом Христом, не надо торопиться думать, что я уже все знаю. Может быть, мы не дождались ответа и неудовлетворенные будем поступать так, как мы знаем. И кто нам будет перечить-то? Ой, когда Бог заговорит, где наша головушка будет? Милые, Бог любящий, это верно. Я вчера просматривал совещание, это во всех бы было, и был задан вопрос каким-то старшим пресс-фитером, я уж не различаю их, а что важнее, любовь или верность? А знаете, как ответили под одобрение всего зала всех старших пресс-фитеров? Конечно, любовь, верность это потом приходит. Боже мой, от кого она придет-то? Если ты не верен Богу, представьте себе, твой любимый будет тебе клясться в любви, будучи неверным. Абсурд? Да не может быть любви без верности. Милый, верность Богу это доказательство того, что мы любим Господа. Пусть нас Господь благословит. И когда мы задаем вопрос Господи, открой мне волю Твою, и Он обязательно откроет, лишь бы мы воистину интересовались этим и желали бы эту волю исполнять. Аминь. следуй за мной, когда море пушует, следуй за мной, когда тьма торжествует, следуй за мной, через певнище быть, следуй, лишь следуй за мной, следуй за мной, следуй за мной, через певнище быть, следуй, лишь следуй за мной. певнище 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 по дружану по дружану и мечте следуй и следуй за мной, следуй и по дружану и мечте следуй и следуй со мной. счастье цвет и до 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok